Давайте официально с вами поздороваюсь. Добрый вечер. Меня зовут Анна Колесникова. Я приглашённый преподаватель учебного центра специалистов. Я рада вас приветствовать от второго лица и от лица центра. У нас есть практика в специалисте. Мы стараемся по каждой учебной программе проводить такие, в общем-то, годные семинары. И всегда основная задача сделать так, чтобы мы узкую тему, но смогли с вами раскрыть максимально, потенциально широко. Давайте я спрошу у наших слушателей, кто нас слушает онлайн и у тех, кто сидит в аудитории, кто у нас в первый раз в учебном центре. Есть такие слушатели? Ага, таких нет. А кто первый раз на таком формате занятия? Так, раз, два, три, четыре. Так, несколько человек есть в зале. И я также прошу написать в чат нашей группы, да, кто у нас первый раз. Значит, я сначала представлюсь, расскажу немножечко о себе буквально пару минут, а после этого мы непосредственно перейдем к нашему практическому занятию. Наш сегодняшний семинар, он официально относится к большому курсу эффективной письменной коммуникации, да, который также веду я и мои коллеги в данном центре. А сегодняшняя тема, это мы решили обыграть обе стороны баррикад. Сейчас дело в том, что во время реального живого большого курса, 16-часового, самые частые вопросы, когда мы начинаем переходить к деловой переписке, когда мы начинаем переходить к теме резюме, сопротивленных писем и вообще в целом писем, email, то как только люди слышат слово резюме или слышат слово отпуск на вакансию, либо что-то еще, сразу возникают очень живые дискуссии и дебаты. А у нас в рамках основной программы этой темы нет, ну, то есть как модуль, понимаете? И получается так, что мы рассматриваем уж такие серьезные бизнес-кейсы, а то, что как будто бы людям, ну, казалось бы, нужно где-то больше всего, как мы это видим по отклику, у нас этого нет, да, в рамках основной программы. И мы решили, что вот в таких форматах мы будем делать записи, будем рассказывать живую и разбирать здесь так за час-полтора, да, сколько на времени представится. Сегодня у нас 45 минут, мы немножечко сдержали начало, но я думаю, что мы все успеем. Расскажу о себе, так, чтобы вы понимали. Я, как я сказала, я приглашенный преподаватель, мое основное направление деятельности – это управление проектами, управление проектами строительства и в IT-отрасли. Именно этому посвящен мой личный проект K-Develop, это консалтинг-компания, которая существует 3,5 года и осуществляет, на самом деле, уже большое количество проектов, которые мы в том числе разбираем со слушательными специалистами в других тренингах. У меня высшее техническое образование, я закончил Московский институт стали и сплавок, но порода своей деятельности – управленческой. Я регулярно, ну, наверное, участвую в сотне коммуникаций каждый день, часть из которых, безусловно, носит письменный характер. И причем письменный характер не только личностный, либо в коммерческих целях, но также и общение с, здравствуйте, также приобщение с госорганами, со структурами, которые так или иначе связаны с, в том числе, международной деятельностью. И поэтому я точно знаю, что все еще, когда мы сейчас уже говорим много, мессенджеры наговариваем сообщения, да, мы стараемся записывать видеосообщения и, в общем-то, коммуницируем максимально вживую, письмо, оно все равно актуально. И я думаю, что оно будет актуально еще очень много лет, в разных форматах, но формулирование и своих мыслей, и донесение ценной информации, и, безусловно, общение на высоком уровне происходит только посредством письма. То есть, к счастью, к сожалению, судить сложно, но в реальной жизни оно так и происходит. Поэтому тема очень важная, несмотря на инновационность нашего мира актуальна, поэтому данный курс существует, и мы активно его развиваем, обновляем каждый квартал практически, потому что много новых у нас появляется. Короткий слайд, у нас останется презентация, я веду здесь несколько курсов, в том числе для руководителей суммоподразделения и для управленцев, которые как раз-таки занимаются управлением IT-проектов. Есть такое модное направление гибких подходов, agile, scrum. У нас сейчас на центре есть этот курс, который ведут так, я и также двое моих коллег. Следующее, что я хотела бы сказать, организационные вопросы мы затронули. Раз у нас есть слушатели в аудитории, на всякий случай предупрежу о телефончиках, попрошу их перевести в беззвучный режим, а лучше даже где-то убрать со стола, для того, чтобы у вас было концентрированное внимание, чтобы вы не отвлекались на дисплей своего телефона. Да, значит, кто нас слушает онлайн, попрошу отключить на всякий случай ваши микробончики, чтобы у нас не возникало дополнительных каких-то шумов. По поводу видео, я думаю, что должно быть все хорошо. Проверьте, я вижу свою запись, у нас все двигается. Ага, так, а что со звуком? Давайте посмотрим, коллеги, одну минуточку. Так, а сейчас? Давайте еще раз короткую проверку связи, не может быть. Сейчас, секундочку. Все хорошо со звуком? Ага, все, спасибо. Спасибо, коллеги, значит, это не у нас. Я вижу, что у нас все хорошо. Так, ну что, следующее, о чем мы поговорим, это непосредственно отрасли, чтобы вы понимали и те, скажем так, направления деятельности и специализации, в которых лично я чаще всего принимаю участие как работодатель и как человек, который регулярно слушает людей, которые так или иначе претендуют на ту или иную вакансию. Обращаю ваше внимание, немножко забегая вперед, что сопровожденное письмо и в целом отклик на вакансию актуально не только для физического лица, но и для юридического лица. То есть по факту я, хоть я и сейчас, ну, по факту не являюсь соискателем, да, и не отвлекаюсь на ряд резюме, хотя, безусловно, такой опыт есть, я сегодня, надеюсь, поделюсь со своим личным кабинетом, покажу вам реальные письма, реальные отклики на них. Но когда ты претендуешь на какой-то проект, либо участвуешь в каком-то тендере, да, либо так же, как в нашем учебном центре, например, у нас есть ряд преподавателей, которые хотят сотрудничать с нами, да, на разных основах, и в этот момент ты получаешь от них письма, у них тоже есть правительное письмо, просто немножко другого формата содержания, но тем не менее, то есть не имеет значения в большинстве своем тема, имеет в большинстве своем значение конфигурация и структура этого сообщения, да, на всякий случай сдвигать вперед. Итак, есть две отрасли, в которых я максимально компетентна, если у вас есть сотрудники, либо люди из этих отраслей, дайте знать для того, чтобы не понимать, насколько релевантны будут где-то примеры, да, то есть это строительство и IT. Я в основном работаю в строительстве с управленцами, это руководители проектов, либо директора проектных офисов, я часто подбираю команды в рамках своей консалтинговой деятельности, поэтому и примеры вакансий на данной должности, и разборы резюме, они будут прикреплены к вам в личном кабинете для того, чтобы у вас были конкретно наглядные примеры. Мы в классе разберем два примера, а у вас будут, в общем-то, больше. Второе – это менеджеры, которые занимаются либо снабжением, либо сбыток и продажами, да, то есть это второе – это большой пласт людей, с которых я регулярно собеседую с нашим HR-ом. И третье направление – это все, что касается маркетинга. И это, на самом деле, огромный пласт работы, это не только маркетинг, может быть, в таком ключе, в котором привыкли слышать некоторые люди, это не только реклама, не только связь с общественностью, это в том числе, начиная от вакансий директора по развитию, начиная от тех же подрядных организаций, да, которые предлагают комплексные услуги в данном управлении, так и всевозможные дизайнеры, бизнес-аналитики, стратегии и так далее. Вакансии, которые я так называю общие, они представлены у меня вот здесь ниже списком. Учитывая специфику моей работы, у меня есть несколько личных помощников. И, соответственно, я также, тоже не знаю, к счастью или к сожалению, но раз в год не обязательно приходится проводить собеседование в этом направлении, потому что люди, которые работают в команде, растут и уже, в общем, требуется искать нового ассистента. Да, это помощники руководителя, финансовые аналитики, экономисты и всевозможные подрядчики для управления каких-то профильных работ. Давайте я коротко спрошу вас, кто являет у нас здесь в зале слушателями, кто ищет людей? Ну, то есть рекруты, либо HR, либо люди, которые так или иначе к ним относятся. Так, я вижу, у нас таких нет. Хорошо. Так, кто у нас сейчас находится в поиске работы? Ага, понятно. То есть у нас тема резюме будет сегодня более актуальной. Хорошо. Так, а люди, кто у нас слушает онлайн, тоже, пожалуйста, дайте знать. Ага, кстати, да, имейте в виду, на первом слайде я вижу много людей, которые пишут уже о своих возможностях. На первом слайде есть моя личная почта, учебный специалист. Туда можем в том числе отправить резюме. У нас все очень живо и по-настоящему, так что, пожалуйста, пишите. А колесникова собачка специалист.ру. Так вот, мы сегодня разберем первый блок у нас все-таки посвящен вакансиям, но очень быстро, раз в основном релевантный резюме. Второй блок касается резюме, и я дам полезные ссылки, которые помогут вам в формировании реальных CV, резюме. Даже мы будем говорить о личных страницах, о сайтах и так далее. Хотя вот я вижу много молодых людей, кто у нас ищет работу сейчас. У кого есть свой персональный сайт? Ага, так, значит, уже будет начать сегодня работать вечером. Значит, я правда считаю, что в наше время это тот инструмент, который позволяет вам вне зависимости от огромного количества площадок, о которых мы сегодня будем говорить, достаточно быстро и оперативно найти себе не просто работодателя, а иногда несколько и партнеров, и в целом, в общем-то, начать продуктивно работать, в том числе над развитием своей компетенции. Так что сайт – это хорошо как для просто наемного сотрудника, так и для людей, которые готовы реализовывать свой профессионализм в нескольких направлениях, работая с разными работодателями, то есть, скажем так, на гибком графике. Хорошо. Ну, я думаю, что все знают, где чаще всего люди публикуют вакансии и ищут кандидатов. Да, то есть? Так, headhunter.ru, да? Так, что еще? Суперджоб, да. Работа.ру. Ага, работа.ру. Так, коллеги, кто вас слушает онлайн, присоединяйтесь, пишите. Тру-тру. Ага. Ну, в общем-то, есть, во-первых, площадки специализированы, как headhunter, суперджоб и так далее. Есть площадки, действительно, от больших поисковых систем, Яндекс, Мэйл, Гугл, в общем, Рамблер. У них есть свои отдельные агрегаторы с вакансиями, но часто они там не уникальные, а повторяют, в общем-то, некоторые вакансии, которые уже ведь публикованы. Что еще? Это такие типовые источники, что еще? Авито. Авито. Так, согласна, Авито. Профессионалы. Рулинг, Дин. Так, да, все верно. Карьера. Карьера у Ру. Ну, это для, соответственно, либо молодых людей, либо когда вы меняете свой профиль. Ну, да. Ага. Так, что-то еще? Ру, по-моему, скоро будет сбудено в соцсетях. Ага. Действительно, вы все правильно говорите. Я рада, что все понимают, большинство, по крайней мере, что есть разные площадки, да. Кстати, специально указала Job.mo, редко о нем говорят, но есть не только Job.mo, есть еще ряд сайтов, которые позволяют публиковать вакансию, то есть найти соискателей, да, и самим найти работу не только в Москве, но и в Московской области. Ага, так, хорошо. Но я прям сегодня актуализировала, вроде бы, был Job.mo. Нет? Прошу прощения, спасибо. Значит, социальные сети, на самом деле, это тоже хорошие площадки, где очень часто, я сегодня буду проявлять примеры, публикуют свои вакансии. Мы сейчас будем говорить о том, в каких сетях какие вакансии есть. Третье, это действительно профессиональные социальные сети, да, то есть LinkedIn, профессионалы.ру. LinkedIn, соответственно, у нас официально заблокировано в Российской Федерации, поэтому у нас есть такой наш российский аналог профессионалы.ру. И следующее, это сам сайт компании, я обращаю на это внимание, об этом почему-то редко думают. Я за то, чтобы, если у вас есть задача найти работу, чтобы не просто просматривать вакансии, которые есть, а работать прицельно. Ну, например, вы знаете отрасль, которая вам интересна? Кстати, давайте вопрос так, ну, для развета, да. Предположим, вы точно, давайте, какой-нибудь есть, как-то пример, отрасль, в которой вам хотелось бы работать. Коллеги, кто слушает онлайн, тоже можете писать, мы учтем. Я хотел бы работать на производственном предприятии, на том числе футбол, у нас есть хорошие заплаты. Отлично. Мои возможности, ну, разные. Ага. Как вы думаете, где вот при таком запросе можно найти конкретные компании и посмотреть, требуются ли им люди? На сайтах можно найти. На сайтах. А где взять сайты? Знаете, вот есть у нас, как правило, там, огромные производственные компании, которые все знают. Ну, типа Силикали, да, и так далее. Мик. Так, еще где? Ну, пожалуйста, Алмаз, Антель. Нет, естественно, я сейчас немножечко не об этом. Как вы думаете, где можно найти огромные, да, прям, знаете, такую базу данных с этими компаниями? Поисковик. Поисковик. Так, что еще? Если, кстати, простой способ, не буду вас томить, все абсолютно в различных нишах всегда есть отраслевые выставки. Крокус-экспо и так далее, да. Там всегда есть вот такой буклет с участниками выставок. Сотни компаний. Я обращаю внимание, никто не пользуется, и все, кому я рекомендую, очень быстро, то есть, решают свой вопрос, особенно с отраслевыми компаниями. Во-первых, заходите на сайт Крокус-экспо, вы там видите большое количество организаций, мероприятий, проваливаетесь в мероприятиях, заходите, смотрите реальные компании и начинаете прицельно смотреть, кто же вам интересен. И я не просто так указываю четвертый пункт, сайт компании. Дело в том, что ряд организаций принципиально не сотрудничают ни с специализированными рекрутурскими агентствами, простите, ни с социальными, социальными, социальными. Да, вы знаете, вот неактуальные вакансии, мы сейчас будем об этом говорить. Для всех, у кого сейчас в голове есть такое мышление, я очень вас прошу немножечко его расширить. Дело в том, что так действительно было, и есть ряд компаний, которые все еще придержат такой политики. Ну, уже большое количество организаций, которые, и, кстати, люди, кто у нас может нас слушать онлайн, кто публикует вакансии, я обращаю внимание, что действительно актуальность вакансий на все нужно поддерживать. Ну, это, во-первых, говорит об имидже компании, о ее серьезности работы и так далее. А во-вторых, ну, вы действительно быстрее закроете свои потребности в людях, вы даже можете копить, в общем, таким образом. А третье, вы, для тех, кто ищет, вы обратите внимание, что сейчас большое количество работодателей уже работают над своим образом, как работодатели непосредственно, да, то есть тоже понимая, что их выбирают не только они выбирают, но и их выбирают. Поэтому не переживайте, что вроде как у большинства компаний это не актуально. Нет, у большинства компаний сейчас, на сегодняшнюю минуту, все-таки вакансии уже регулярно обновляются. Все-таки большинство работодателей поняли, и, кстати, если они этого еще не поняли, то это большой вопрос к ним, насколько они вам интересны, как работодатели. Если мы посмотрим на ведущие компании, которые входят в РБК 500, на каждом сайте из них будут только актуальные вопросы, да, безусловно, безусловно. РБК 500, Forbes и так далее, это как раз то, где наши большие крупные игроки. Угу. Так, читаем по губам. Не пишут, но давайте все-таки мы еще разочек. Я, честное слово, вижу, что у нас все работает, и коллеги мне писали, что у нас все хорошо. Попробуйте перезагрузиться. Да, спасибо, Ксения. Так, ну что, следующее, это такая небольшая вещь, да, на разминку, что называется, но она не только для тех людей, которые ищут, а тех людей, которые публикуют. Дело в том, что во всех этих, а, еще не показала пятый наш вариант, да, пятый источник. Кстати, давайте раз пока не показано, где еще, как вы думаете? Агентство. Агентство, а еще, ну, простой вариант, его там нет. Так, а что еще? Люди напрямую. Люди напрямую, так. Так, что еще? Печатные издания. Ага. Ну, соответственно, у меня есть вариант, это непосредственно отраслевые форумы, его их уже называли, и я сказала про фокус-экспо, но еще есть в каждой отрасли практически, будь то производство, строительство, медицина, IT, торговля, всевозможные форумы, где люди занимаются изучением иностранных языков. И так, в каждой нише есть форумы. Они есть как и просто онлайн-типы сайтов, так и в социальных сетях. Но я уж не говорю про Инстаграм, который сейчас, конечно же, я думаю, многие заметили, знают, что имеет огромную популярность, и большинство компаний поняли, что привлечение людей гораздо дешевле обходится через социальную сеть, будь то Инстаграм, либо Фейсбук. И абсолютно спокойно публикуют там вакансию и даже больше ни с кем не работают. И этому есть в том числе материальное объяснение. Размещение вакансий и доступ к HeadHunter стоит уже достаточно дорого. То есть это свыше 25 тысяч рублей, соответственно, за три дня. Поэтому не все компании готовы тратить столько денег, если у них огромное количество вакансий, и при этом им нужна большая база данных, и, в общем-то, не очень-то им это комфортно, в том числе материально. Смотрите, что зависит и что не зависит от формата публикации вакансий. Это актуально и для тех людей, кто ищет работу, и для тех, кто и публикует. Дело в том, что всегда у любой компании, как это должно быть, да, у любой компании, когда она нанимает своего сотрудника или ищет его, должно быть такой определенный чек-лист отработанный. То есть они должны понимать цель, от чего они принимают человека, какого должно быть развитие профессионального этого человека, что делать, да, если и так далее. Мы сейчас все это расскажем. И второй вариант, есть требования, скажем так, есть косвенные вещи, которые важны компании. Например, есть ряд организаций, кому нужно быстрее закрыть вакансию, ну, то есть и быстрее найти людей. Есть ряд компаний, которые ищут соискателей только среди своей лояльной аудитории. Ну, то есть те, которые их уже любят, знают, пользуются продуктом, да. Например, возьмем огромный интернет-магазин azon.ru. То есть они, конечно же, за то, чтобы люди, которые приходят к ним работать в команду, ну, какое-то количество времени были их покупателями, да. Либо в Альберес тот же, да. Кстати, обращаю ваше внимание, на это уже не с курса эффективной коммуникации письменно, а в целом, что если вы вдруг устраиваетесь и хотите устроиться работой в какую-то публичную компанию, у которой всякие-то сервисы доступны онлайн с регистрацией, даже для только их целевой аудитории B2B, обязательно подойдите регистрацию и посмотрите, что они предлагают изнутри. Это будет вам хороший, ну, такой, знаете, я просто часто ищу в IT-проекты людей, и это странно, когда люди, которые работают в этой отрасли, ни 6, 10, 15 лет работают, у всех там портфолио, 1200 проектов, я очень такой номер один, и из этих номер один только один из 15 зайдет, действительно зарегистрируется и посмотрит вообще, чем занимается проект, который он идет. Ну, то есть для меня это странно. Не знаю, вот как вообще в целом мире, но мне кажется, это немножечко, то есть как будто бы мы говорим на разных языках человека. Вот, это важно. Итак, если вы решили опубликовать вакансию, либо вы ищите себе работу, имейте в виду, что от формата, ну, то есть, грубо говоря, где она опубликована, не зависит, не должно зависеть. То есть, первое, этап подготовки, ну, самого описания вакансии, да, либо то, что вы прочтете, как соискатель. Второе, всегда должен быть ответ на вопрос, по крайней мере, в ваших головах работодателей, да, к которым приходится навстречу на собеседование, что должно измениться после вашего появления в офисе или после вашего появления в этой команде, или после вашего появления в этой компании. Ну, и, знаете, такой хороший вопрос, его часто Максим Батрит использует на своих тренингах, он говорит, мы его ищем, чтобы что, ты живешь, чтобы что, да, ты работаешь, чтобы что, ну, вот такие вещи, да, казалось бы, немножечко некорректно сформулированные по-русски, однако в этом есть смысл. Ну, то есть, что люди не просто ищут человека, потому что у них в моменте, им нужно быстрее разобраться с бумажной документацией, или что они не успевают, у них вырос проект, большой объем работ, и нам нужен еще такой же человек, вот, примерно, какой у меня сейчас сидит рядом. Это очень поверхностный подход, и при таком подходе с обеих сторон будут недоразумения. Ну, то есть, работодатель будет через некоторое время недовольным сотрудником, потому что сначала не изложил точную цель, и не составил точное описание того, кто ему нужен, а сотрудник будет недоволен, потому что он так искал работу, что вот, наконец, открытился и нашел. Еще же есть страшная запись трудовой книжки, да, в которой все переживают, что если она окажет три месяца, меняется, это уже плохо для твоей продовольной деятельности. Это вообще целая история отдельная, которую мы все утро говорить не будем. И вот для того, чтобы таких, знаете, вещей не было, когда стресс с обеих сторон, я очень рекомендую вот эти вещи выяснять при первых встречах. Мы будем об этом говорить, как это делать. Дальше. То есть, если работодатель не задает этот вопрос, я его могу задать? Конечно, обязательно. Если разговор уже зашел, ну, то есть, вы на первых порах общения видите, что у вас есть диалог, ну, с HR-ом, либо там с руководителем подразделения, с кем-то, да, то очень аккуратно, деликатно, в том числе, кстати говоря, иногда это можно делать и с родительными письмами, если это непонятно из вакансии. Но если уже вая встреча, безусловно, спрашивайте. Это, кстати говоря, очень интересный вопрос, который в том числе, если это на прямой руководитель, он подплакнет его к мыслительной фантазии. То есть, он, хотя бы представит себе, есть же хороший вопрос, да, то есть, подписавьте ваш идеальный рабочий день. Ну, он хороший вопрос в том плане, что он позволяет хоть немножечко раскачать ситуацию, да, и немножечко включить абстрактное мышление. Но он не очень конструктивный. Ну, потому что человек в моменте, если он об этом не думал, он будет придумывать разные варианты ответа, и не факт, что они действительно такие. То есть, он придумывает себе рабочий день идеальный, но это будет не так, он его придумал на месте, и вышел, и говорит, господи, да я вообще этого не хочу. Я рассказал то, что нужно, да, вот, а как это в жизни, то неизвестно. И что зависит от формата, где вы ищете работу, либо где вы хотели разместить описание вакансии. Само описание, отношение вакансии, сейчас я буду показывать сприншот, они отличаются от формата, естественно, запись социальной сети, запись на HeadHunter и других источниках, она будет отличаться как форматом написания, то, о чем мы сегодня собрались, так и будет отличаться содержанием, количеством знаков и так далее. Второе, охват аудитории с искателем. Я уже сказала про социальные сети, повторяться не буду, там, правда, еще сейчас гораздо чаще, потому что, как правило, там есть люди, ну, в группах, особенно если группа живая, и там хороший контент, в том же Фейсбуке, либо в одноклассниках, в некоторых нишах, хорошо выкрываются эти вопросы, там будут прям ваши люди, как говорят некоторые работодатели, и зачем я буду где-то еще ходить искать. Третий вариант, третий момент – это удобство и комфорт общения. Это то, что изменилось кардинально. Если вы заметите, в том же HeadHunter с каждым их релизом, с каждым изменением функционала уже есть разные возможности не только пройти тест, отправить видеообращение и так далее, и так далее, а уже чуть ли не начать с платформы общаться с твоим непосредственным, ну, будущим работодателем. И вот этим отличается формат. Есть ряд компаний, если вы понимаете, что компания заявляет, что она инновационная, динамичная, если компания, скажем так, где-то направлена на реновации всевозможные в своей отрасли, однозначно они, у них, во-первых, может быть молодая команда, или молодая команда, которая их консультирует, либо они, ну, молодая не в смысле, по возрасту молодая, а в смысле она современная и также за инновацией всевозможные. И там очень важна скорость коммуникации. Через HeadHunter у тебя скорость коммуникации все равно будет ниже, нежели чем через любую социальную сеть. Любую причем. Если человек там тебе написал, он, скорее всего, там тебе быстрее отрицает. И с таким настроением люди живут. И считают, что если мне нужно быстро закрыть вакансию, я не буду публиковать ее в HeadHunter, в Суперджобе и других источниках. У меня для этого есть еще вот такие контакты коммуникации. LinkedIn хорошо работает, и профессионал.ру хорошо работает для людей с большим послужимым списком, с хорошим стажем работы и с высокой квалификацией. Ну, то есть, если ты понимаешь, что ты профессионал, что по зарплате Гросс должна быть высшим, 600-50 тысяч рублей, отлично работают LinkedIn и другие источники. Там есть не только профессиональные работодатели, но и компании, которые ищут таких сотрудников. Соответственно, вот такие вакансии там закрываются лучше. Остальные вещи, то есть, соцсети и HeadHunter, все-таки, скорее всего. Суперджоб тоже, но, к сожалению, в рамках этого нашего модуля я не факт, что раскрою эту тему, успею, но в Суперджобе есть особенность с точки зрения вакансий, которые там закрываются лучше всего, скажем так. И следующее, что зависит, это то, с каким набором профессиональных качеств и личностных навыков мы найдем человека. Например, есть известная сэншн-дизайн-студия, студия Артемия Лебедева. Кто о ней знает? Все, кто, да, вдруг не знают. И кто живет в Москве? Мы видим карту метро, как минимум, да, это, в общем-то, их детище. Так вот, студия Артемия Лебедева, безусловно, ищет себе сотрудников только сама, только через свой сайт, только с определенным количеством тестовых заданий. И они нарушают все правила, описывая свои вакансии. Они делают то, что делать нельзя. Но они таким образом отбирают своих сотрудников. Например, они пишут фразу, что нам не нужны те люди, которые не хотят думать. Или нам не нужны те люди, которые не хотят там пошевелить немножко своими ягодицами. Ну вот прям откровенно так и пишут. Но это же вроде как любой человек скажет абсурд, так нельзя. Ну, нормально. Да, согласна. И его не примут. Именно так. Да, вот об этом я и говорю. Что я тоже такой, знаете, некий экстратив, да, чтобы вроде как насколько ты с юмором, насколько ты, в общем-то, готов понять, что есть некий такой креативный подход, да, и на самом деле в реальной работе там нет такого отношения. Но, такой, знаете, некоторый отбор, к ним огромная очередь искателей, им нужно как-то это, как с этим работать, да. Так. Значит, следующее, это структура описания вакансии. И вот это важный момент, потому что очень часто и вы, когда их читаете, обращайте за это внимание. Я вот специально разделила на блоки, да, хорошие варианты и неудачные варианты описания. У нас такая задача, предположим, мы ищем менеджера в отдел продаж одного из производителей там, отопительного оборудования, да, вот такого мы ищем человека, который вроде бы продавец, и который вроде бы в технике должен разбираться, и который явно должен какие-то, я вам должен какие-то контракты заключать, то есть это человек достаточно обширным навыком, ну, то есть должен быть так или иначе. Название вакансии это первое, на что нужно обжать внимание и смотреть. Если вы человек, который публикует эту вакансию, посмотрите, как она называется и вообще, как данная деятельность в целом звучит в интернете. Вы знаете, может быть так, что я человек, который хочу продвигать отопительное оборудование. И ты думаешь, как же это называется? Я вроде как и не продавец, потому что я хочу продвигать, а не только продавать. Я не понимаю, кому я хочу, или людям физическим, или людям юридическим, в каких сделках я хочу работать. В общем, вопросов масса. Поэтому нужно посмотреть. Хорошие варианты, они все-таки более традиционные. Да, это там, предположим, менеджер продажности, солист по работе с приезжами и так далее. Но есть компании, которые, конечно, креативят, и такие вакансии тоже существуют. Но им сложно найти сотрудников. Вот вы сейчас, прям сейчас можете найти, это вообще актуальные на самом деле данные, вы прям сейчас можете идти посмотреть, такие вакансии есть. Да, что вам требуется звезда, или номер один, или профессионал с большой буквы П. Ну вот, то есть, такие, ну, такой креативный момент. Но так можно писать на своем сайте, как студия Артемия Лебедьева, например, который ищет суперменеджер 1, 2, 3, 7, 15, 21. У него суперменеджер 26 человек, да, в данный момент. Вот, он просто один знает клиентов, и мы с ним часто работаем, я хорошо знаю кухню изнутри. Значит, вы видите, это не обеихватность для работодателей. Нет, но это говорит о том, что он, если, я же это такой слайд, для работодателей как раз, что с таким подходом он не найдет, ну, то есть, в том же Headhunter, его вакансии не будут видеть, потому что люди будут набирать менеджеру продажам. Скажем, я вижу такую вакансию. Стоит ли мне вакансию? Думаю, да. Мне нет ничего страшного, если дальше в описании, и если компания, к которой вы обращаетесь, вам не теряет. Дальше в описании тоже есть элементы оборудования. Ну, это надо смотреть, надо смотреть в том плане, чем занимается компания, каков ее род деятельности, с какими она работает клиентами. Обратный род деятельности, обратный относительному оборудованию, ну, конечно, да, скорее всего, так и будет. Здесь нужно смотреть и отталкиваться, исходя из, ну, такие, знаете, реальных примеров. Я, мы можем, да, мы можем, в общем, у вас идет вопрос, у вас есть мой имейл, можно писать. Итак, информация о компании. Есть хорошие варианты, плохие варианты. Информация о компании всегда должна быть. У Хантера есть специальный блок для этого, да, где есть описание компании. Но хорошо, если даже в конкретной вакансии есть описание. Я думаю, что все это знают. Те, кто не знает, повторюсь. Резюме должно быть релевантно описанию. Вы не можете одно и то же резюме отправлять на все вакансии. Я на всякий случай. Это просто такая золотая вещь, которую, мне кажется, все знают, но я не хочу говорить о реальной вещи. Тем не менее, это важно. Также работодатель не может публиковать одинаковое описание под все вакансии. Ну, хорошего это сделать не будет. Потому что у него в IT-подразделение одни фишки, одни преимущества, да, в его службе. Финансовые другие, производственные третьи. И ему нужно в двух предложениях описать вот эти самые свои преимущества для человека, который на эту вакансию претендует, понимаете? Ну, чтобы у нас описание было максимально вхожем. Да, что вы знаете? Ну, я написала два варианта для отопительного оборудования. Например, мы единственные в России обладаем патент на конвектор и вставим в их пол. Ну, предусловно. То есть, для продажников будет понятно, у меня будет какой-то уже козырь конкретный. Да, хотя бы для этого рода конвекция. А второе, это устаклоняющий удачный вариант мы лидеры в области всегда стараемся быть первыми, мы стремимся там в общем, мы-мы-мы-мы. Во-первых, общее, а во-вторых, сейчас уже все это понимают, что хороших сотрудников найти сложно. И, кстати, это правда. Если вы просознаете, что вы хороший сотрудник, цените себя. Найти очень сложно хороших сотрудников. Так вот, я могу подсказать, как это сделать. Что касается вот этого неудачного варианта про общие слова. Во-первых, ты, когда вы, чем больше вы говорите мы-мы-мы, человек с определенным опытом и с определенной компетенцией, знающий себе цену, ему это уже неинтересно. Это интересно студенту, интересно человеку, у которого нет еще опыта, и он правда ищет компанию, бренд, в которой бы он смог, знаете, во-первых, поработать в крупных проектах, во-вторых, у него будет классная запись родовой книжки в его резюме по сложному списке, но человеку, который уже с опытом не будет не это интересно, он будет считывать и смотреть, что он там получит и чем он там может быть полезен. В этом принципиальная разница в поиске соискателей. и вот в случае в случае в этом все-таки человек, который будет заниматься продавцом и оборудованием, если он будет заниматься бренда, да, какого-то производителя, то им желательно показывать, конечно, конкретные варианты. То есть информация о компании и вы ищите, и вы пишите, и в описании своего резюме тоже пишите конкретику, я прям очень вас прошу об этом. Это не страшно, и это вам поможет. Вы таким образом отсеете ненужных для себя работодателей и найдете тех, которые, в общем-то, вам будут максимально нужны. Это про резюме размещенное. Я сейчас говорю о структуре вакансии. Я это понимаю. Да. И, соответственно, но этот принцип, он актуален и для резюме, и для вакансии. Я поэтому здесь вообще на этом моменте. Теперь причина открытия вакансии. Ну, то есть, вообще, почему вы ищете человека? Их, на самом деле, может быть очень много. И если компания хочет найти правду сотрудника классного и нужного, и если она правда продумала, для чего он нужен, она, прям как есть, напишет причину. Мы всегда об этом пишем, в связи с чем. Вы, кстати, можете зайти, ну, немножечко смазала начало, хотела успеть все. Я также являюсь директором продвижно-строительной компании ReddGroup. И, значит, это большая подрядная организация в Москве и в области. Вы можете посмотреть на сайте, у нас хорошее портфолио и хорошие люди. В общем, там есть блок с вакансиями, и мы прям, ну, четко пишем, в связи с чем мы группыщем человека. Так вот, ну, я такой написала более шуточный, хороший вариант, но он тоже, на самом деле, имеет право на жизнь. Например, здесь. Благодаря отлично работе сотрудника отдела маркетинга и выделению новых направлений в быту открываем вакансию такую-то. Первое. Мы, как и работодатель, уже показали, что мы ценим работу нашего отдела маркетинга. Человек, который ищет работу, ну, мне кажется, должен заметить, ну, что народ не просто пишет обобщенно мы, или там, что мы там чего-то достигли, а есть какая-то конкретика, благодаря чему, да, это произошло. Следующее. Это, я просто об этих вещах говорю, потому что этого часто нет в описании вакансии. В описании вакансии всегда есть стандартный вот этот блок, связанный с тем, что мы требуем и что мы предлагаем. Это хорошо, ну, то есть не хорошо, не плохо, хорошо, что это есть, но было бы лучше, если перед этим нам бы предшествовали вот эти блоки. Первый момент. И второй момент, хочу обратить на него внимание, что лучше еще дальше описать подводные камни. Например, я всегда пишу для людей, которые будут работать на самом деле продаж в строительстве, мы считаем огромные коммерческие предложения. Три с половиной, четыре с половиной тысячи позиций в Excel, в общем, там большая степень ответственности, потому что ошибешься в цене, ты прогоришь в целом проект для компании, небольшая маржинальность, в общем, цена ошибки высокая. И я поэтому всегда пишу, что человек, который не любит Excel, он не сможет там работать. Ну, просто невозможно. У нас есть много автоматизированных программ помимо Excel, можно все убивать и так далее, однако Excel все равно пока в работе присутствует. И поэтому, если ты не любишь Excel, ты не сможешь у нас работать не потому, что ты плохой, а потому, что тебе будет сложно. Ну, то есть, это реально так. И вот такие подводные камни и ряд компаний пишут. Например, та же компания Северсталь регулярно публикует много в Акайсе, в том числе в своем Фейсбуке. Они пишут о том, что, например, когда они ищут человека, где нет регулярного света, они пишут, если ты любишь, чтобы были окна, и был свет, да, вот именно в этих помещениях его нет. Обращаем ваше внимание, да, что, в общем, у вас не будет естественного света, там, на протирении 14 часов, потому что у нас там, грубо говоря, закрытая зона, вы не сможете выходить, входить только с утра и вечера, и поэтому вот имейте в виду. Вот. Ну, то есть такие вещи, ну, я их называю подводными камнями, их бы тоже дальше описать. Вот. Это хорошо, два-три предложения, если вы оформляете вакансию. Если вы соискатель на эту же тему, да, и ищите резюме, ищите себе работу, я рекомендую не только на сайте, но, ну, если он у вас будет, я надеюсь, что вы его сделаете после вашей встречи, но и в вашем реальном листе, ну, то есть, не знаю, на печатном листке, да, с хэдхантера либо с какого-то другого источника, где вы автоматически запомнили формы, укажите, что не. Ну, там же есть комментарии, да, или о вас. Не то, что вы не можете, а, может быть, укажите, что однозначно, то есть, какие ценности вы преследуете, так, чтобы было понятно, что обратное вам чуждо. Ну, чтобы вот это не не допускать, да, я покажу, у вас будут примеры. Вот. Оформление вакансии, какие могут быть варианты. Я специально поставила такой блог, это один из, ну, просто пост в социальной сети, я не просто так выбрала компанию Тильда, я думаю, что он, кто-то встречался с этим брендом, я просто буду предлагать делать тебе сайт на Тильде, это проще всего. Тильда Паплишенко, один из конструкторов сайтов, наш отечественный, Никита Обухов является основателем, отечественный молодой человек. Значит, они выросли очень сильно, это уже огромный бренд, и много таких компаний, которые регулярно публикуют вакансии, и есть, я не просто так скопировала их, есть список вакансий, и видите, они не запомождают описание в посте, они дают конкретные ссылки с перехода на свой сайт, где ты уже, то есть конкретно можешь посмотреть то или иное описание. Для работодателей это хороший вариант. Во-первых, ну, есть простая история, дешево, да, во-вторых, ну, если честно, я, ну, правда, вот есть отрасли, в которых так искать сотрудников, самый лучший вариант. Оперативно. во-вторых, сообщество в Фейсбуке вообще очень развито, и не переживайте, если у вас мало подписчиков или мало друзей. Если вы начнете заниматься метворкингом, ну, то есть ходить на мероприятия, связанные с вашей отраслью, и знакомиться, а если у вас будет сайт с визитками, вам захочется ходить на эти мероприятия, да, по умолчанию, я сейчас смеюсь, когда говорят, мне нет денег, нет времени, ничего-то еще, я говорю, тебе нужно 5000 рублей на костюм, нужно 150 рублей на тысяча визиток, ну, может быть, 400 рублей заходишь в хорошую бумагу, и тебе нужно просто время, потому что тысячи мероприятий в Москве бесплатные. Ну, то есть это правда так. Да, там будут не самые классные люди, потому что они не будут таким, в принципе, ходить. Но если вы только начинаете, либо меняете род деятельности, и вообще хочется, что там за тусовка, можно и сходить, там бывают очень интересные представители различных направлений. Вот. А дальше, еще когда отправляют в виде информации, если вы показываете, в сайте компании уже говорили, здесь я хотела в этот момент показать наш сайт, компания РДД в том числе, но сейчас посмотрим, если у меня запись не прервется, чтобы я переживаю, это уже прошло время. Значит, и следующее, это в виде отдельной посадочной страницы. В данном случае, это не только пост, но и ссылки на отдельные посадочные страницы, где есть конкретное описание, со всеми теми блоками, о которых я говорила ранее. Еще вакансии, помимо отраслевых форумов и отраслевых выставок, где вы просто идете сайты компании и сможете смотреть, можно просто вбивать то, что вы ищете ключевые слова, грубо говоря, прямо в поиск, Яндекс либо Гугл. Если сайт компании достаточно поиндексирован, ну, грубо говоря, долго существует, и на него часто переходят разные люди в интернете, то в этом случае вакансия публикованная на их сайте, они будут, эти страницы не скрыты, они будут выдачи поисковой. Особенно, если у вас специализированный род деятельности. Например, вы инженер-конструктор двигателей такой-то категории. Ну, то есть, однозначно запрос редкий, и, естественно, ведя его в поиск в Яндексе, вы попадете не на разные рекламные какие-то истории, вы попадете практически на целевые сайты либо компаний, либо даже на конкретные вакансии. Так, хорошо, я стараюсь не уходить рядышком, Алексей, простите. Да, я стараюсь говорить громко. Так, виды резюме. Переходим к резюме. Да. Значит, я специально не стал... Ага. Ну, что я не могу сказать, мне звонить. Да вы что ли? Да. Так, значит, ага, значит, виды резюме у нас есть, сейчас мы решим этот вопрос, давайте одну секундочку, прошу прощения, скажите, кто может задержаться из тех, кто здесь присутствует? Все почти могут, да? Ну, просто я в том случае, нам можно вперед переместиться, и мы проведем 5 минут, в этот момент переподключим презентацию и продолжим, да? Я так понимаю. Коллеги нас служат онлайн. У нас было 45 минут отведенных. Аудитория, в которой мы сейчас занимаемся, ее займет следующая учебная группа. И есть шанс, что мы прервемся, и вам нужно будет по той же ссылке перейти через... Ну, я обозначу, когда мы прервемся, и нужно будет перейти непосредственно еще раз через 10 минут. Ага. Запись будет. Да, Михаил, запись будет. Так, ну что, давайте дальше. Видеорезюме. Хромологический порядок, видеорезюме, функциональные навыки и так далее. Я хочу сейчас спросить тех людей, кто у нас в зале, и кто нас слушает онлайн, какое резюме сейчас есть у вас? У кого что есть? Так, есть, значит, я вижу, там листы есть. Это сфоказа распечатанная. Это сфоказа распечатанная резюме? Нет? Свои резюме. Так, И еще есть резюме? Хромологический порядок. То есть, в хромологический порядок мы друг за другом указываем места работы, где мы трудились, да, начиная с последнего. функциональные навыки, когда мы показываем наши профессиональные компетенции, тут может быть тоже разный вариант визуализации, но тем не менее. Следующее, видеорезюме, само себя говорит название, мы записываем себя 5-7 минут и рассказываем, почему мы и чем мы занимаемся. Персональная страница, либо сайт, да, я привела примеры своего сайта, еще одного человека, но на самом деле я могу привести сотни, если нужно, их очень много в интернете. Инфографика и такой резюме CV в виде послужного списка. Да? Вот. Давайте мы для того, чтобы эту тему не смазывать, мы ее продолжим в другой аудитории. Я думаю, мы сейчас ее найдем. Хорошо? Сделаем у нас такой небольшой перерыв, 5-7 минутчик кофе-брейка и продолжим. Договорились? Ага. Да, Элина, вижу. Хронологический порядок. Отлично, поняла. Давайте переподключимся через 10 минут. Хорошо, коллеги? Запись будет, но лучше переподключиться, дальше будет интересно. Спасибо.